Что такое функция, если объяснять современным школьникам, когда есть компьютеры? Есть нарисована окружность на экране. И есть мышь, которую вы можете двигать курсор по экрану. И здесь, вместе с этим курсором, движется какая-то точка, там X. Вот вы можете, нажав на клавишу мыши, вы можете зацепить эту точку X, и она вместе с мышей будет двигаться. Теперь. Но еще в программе у этой точки X есть некоторое, так сказать, тоже называется образ, призрак, дух. Такая-то точка F. То есть, допустим, вы X вырисуете каким-то красным цветом, и можете его двигать как хотите. А F перемещается вместе с X, но уже без вашего контроля. Есть как бы некоторое правило, известное компьютер, которое, если бы взяли положение точки X, то он вам нарисует еще точку F . Это вообще общая идея функции, но мы считаем, что F в данный случай на окружность. Например, самый простой вариант. Вот представим себе, что мы рисуем X вот здесь, а компьютер проектирует X из центра, и получается F . И вот это и называется функция. Функция – это то, что делает компьютер, который решает, где надо нарисовать F от X. После того, как вы мышью эту точку сдвинули в точку X, вы двигаете свободно. А точка F от X двигается уже сама как бы, ну, компьютер двигается каким-то образом в зависимости от движения точки X. Да, ребят, и здесь видна проблема. Если X от центра окружности, то это единственное место, когда плохо. Вроде как-то у нас уже прямо видно, что у нас изображение есть для всякого X, есть F от X, и на окружности она, если X сама уже на окружности, естественно, что она спроектируется. Тень от нее будет также, но еще это направление непрерывно. Если мы немного сдвинем точку, то тень от нее тоже немного сдвинется. Значит, в чем же, впрочем, получалось, что наша теорема не вернула? Если рассмотреть центр, вот куда-то перешел, то существует две точки, близкие к центру, такие, что переходят в противоположные точки окружности. Проблема, на самом деле, в том, что вообще центр непонятно куда переходит. Если у нас, мы здесь источник света, а мы сюда же принесли точку, то тень от нее непонятно где, она как бы во всех точках окружности сразу. Ну и мы не можем ее решить, что тень, например, здесь, потому что если мы чуть-чуть сдвинем нашу точку, хотя бы все-таки немножко в эту сторону, то тень мгновенно скопнет сюда. Так вот, значит, функция, это правило, по которому компьютер изображает этот самый образ точки, не обязательно тень, какое угодно правило, но для каждой точки Х известно, где он рисует ее образ. При этом этот образ должен непрерывно зависеть от того, где находится точка Х, а кроме того, у точек на окружности он должен быть там же, где сама точка. И вот этого не бывает. Так, ну что, понятно хотя бы, что мы хотим доказать или не особенно? А может быть, теперь кто-нибудь, вот уже может рассуждение, которое начал Толя, может сказать еще раз, почему такого не бывает? Мы делаем то же самое, только сразу во всех концентрических окружностях. Сейчас, что именно мы делаем во всех концентрических окружностях? То есть, такая машинка, которая будет, ну, мы смотрим на окружность. Значит, мы берем концентрическую окружность. Да. Дальше мы что делаем? Да. Дальше мы что делаем? Дальше мы проводим точку вдоль этой окружности, прямо вот так двигаемся. И смотрим, как оно, ну, как, ну, призрак непрерывно меняется здесь. Да. Вне нашего контроля, если мы проводим точку вдоль этой окружности, ее там, призрак, образ, я не знаю, он каким-то образом двигается по границе окружности. И что? Как в примере, ну, с машинкой, мы можем посчитать, сколько... Ну, сколько она должен сделать оборотов. Сколько оборотов он сделал. Да. На границе сделаем один оборот, потому что просто призрак равен тому, где мы ждем. Образ. Если исходную точку мы двигаем по окружности, то ее образ f от x проходит, вместе с ней целую окружность сделает один оборот. Да. А в центре ноль. Если же вы двигаете по очень маленькому окружность кругу, то, значит, образ точки находится недалеко от образа центра, поэтому он не может обойти окружность, он должен оставаться внутри какой-то близкой окружности. Ясно, что если вот растягивать чуть-чуть и сжимать окружность, то у меня не может сильно, то есть на этимицу, поменяться вот количество оборотов, которые делает образ. То есть если мы чуть-чуть сдвинемся и увеличим радио закружность, то мы фактически проведем точку эту почти по той же кривой. Соответственно, ее образ будет почти так же двигаться. И, значит, должен сделать почти то же самое число оборотов. Но число оборотов целое. Ну, нельзя непрерывно перевести ноль в единицу. То есть здесь оно было равняно от 0, на крайнюю оно равняется единице, нигде не изменив при этом решение. Да.